Здравствуйте, господин Крутихин. Спасибо за то, что приняли мое приглашение. Я надеюсь, что нахожу вас в хорошем здоровье, настроении. Держитесь там, как ваш сонародник сказал своим гражданам. Первый вопрос. Я нахожу вас на форуме будущего природного газа с акцентом на сжиженный газ. Какой ваш основный тезис на этом форуме? Я думаю, что сжиженный природный газ будет играть все больше и больше роль на рынке. Не только как удобное средство торговли энергоносителями, но еще и как гарантия диверсификации поставщиков. Потому что, когда природный газ превращается в такой же товар, как нефть, который можно получать из любой точки земного шара, то это обеспечивает энергетическую независимость и самостоятельность стран-потребителей. Говоря о независимости, ваше мнение как эксперта, какой вариант для Болгарии более подходящий при поиске альтернатив через терминал сжиженного газа в Болгарии, скажем, или почему нет совместного участия в терминале в Греции, скажем? Это необходимо сразу несколько вариантов рассматривать. Вариант номер один – это участие в греческом терминале, который будет строиться в городе Александрополос. Сейчас уже есть контракты, уже подписаны даже контракты на получение газа из Греции и на очень неплохих условиях, как я вижу. Там газ в Болгарии будет стоить на 16% дешевле, чем он стоит тем же грекам, потому что условия очень хорошие. И продолжать это сотрудничество нужно, и нужно его развивать. Второе – это, конечно, интерконнектор, который соединит болгарскую сеть газопроводов с трассой Танап-Тап, которая идет с Каспийского региона. Уже есть контракт на миллиард кубометров газа в год с Азербайджаном, и если этот интерконнектор будет построен, действительно, а есть такая надежда, что его все-таки построят, то это будет еще одна очень хорошая возможность обеспечить диверсификацию, а, следовательно, и уменьшить зависимость от одного монопольного поставщика. Да, я об этом хотел вас тоже спросить. Газ как геополитический инструмент Русской Федерации? Скажите пару слов об этом, пожалуйста. Ну, это давняя традиция российского руководства – использовать поставки газа для того, чтобы как-то воздействовать на политику стран, где его употребляют. Россия и российский президент давно уже говорил, что третий энергетический пакет Европейского Союза – это очень вредный документ, поскольку он нацелен на борьбу против монополизма. А мы видим, что «Газпром» остается фактически монопольным поставщиком газа для целого ряда стран, начиная с Финляндии, кончая Болгарией, вот такая большая цепочка стран в Восточной Европе и в Центральной Европе, которые зависят от поставок российского газа. И мы знаем примеры, например, на конференции, на которой я сейчас в Софии присутствую, описывался пример, когда «Газпромовские руководители» фактически осуществляли нажим на переговорщиков из Болгарии, говоря, что если вы не поддержите проект «Южный поток», то вы замерзнете зимой, мы прекратим поставки газа. То есть вот вам наглядный пример политического давления в интересах каких-то целей российского руководства, использования монопольных поставок газа как рычаг давления. Да. Говоря о усилиях, опытах использовать как инструмент для давления, я верну вас несколько лет назад, кажется, этот инструмент не очень хорошо сработал в Украине. Когда мы помним по телефону господин Путин, как это, распорядил восстановить газ и так далее. Что вы скажете ребятам? Ну, в данном случае мы видим, что не срабатывает. Перерывы поставок российского газа, начиная с 2005 года, осуществлялись. Сначала это было Беларусь, а потом пошла уже Украина, а потом пошли просто ограничения всех поставок газа европейским потребителям наполовину. Это было в конце 2014 года, в начале 2015 года. И сейчас опять звучат от российского президента заявления, что, возможно, будут какие-то меры приняты в отношении тех, кто не ту позицию занимает в Европе. То есть я не исключаю, что будет к зиме, мы опять увидим какие-то умышленные, политически мотивированные сокращения объемов поставки или даже прекращения в некоторых случаях. Говоря о политике, основный элемент политики – интерес. Какие интересы Российской Федерации оказывают давление на страны, скажем, постсоветского пространства, где Болгария находится? Мы видим, что один из интересов – это продвижение энергетических проектов, таких как Северный поток, Северный поток-2, Южный поток, который превратился в Турецкий поток. Для российского руководства это не только политические проекты, которые позволяют наказать Украину, как в Кремле задумали, но это еще и проекты, которые позволяют очень сильно обогатиться так называемым дружественным подрядчикам, которые строят эти газопроводы, имеющие хорошее личное отношение с российским президентом. То есть прокладываются трубы по территории России, миллиарды и миллиарды долларов идут в карманы вот этих подрядчиков, причем по завышенным расценкам, по завышенным сметам. Ну, то есть, вот цель этих проектов – она и политическое давление на некоторые страны, и плюс еще обогащение тех, кто на этих проектах паразитирует. А Северный поток-2, Вы сказали несколько слов об этом. Западные политики, Западная Европа, даже Америка, кажется, есть спор о том, увеличивает или уменьшивает зависимость Германии, скажем, от русского газа. Какое Ваше мнение? Ну, зависимость не увеличивается нисколько, потому что это тот же самый газ, который идет через Украину, и по замыслу России он должен проходить по другому маршруту, помимо Украины. Это не для нового газа строится, это строится для того же самого газа. Поэтому зависимость потребителей никак не увеличивается, это абсолютно. Это действительно, если посмотреть на маршрут и учесть только морскую часть маршрута, то это очень выгодно и для России, и для Германии. Это короче, это меньше расходы на транспортировку, в конце концов, операционные расходы. Но если учитывать, что Россия для этого построила грандиозный свой внутренний газовый коридор с Ямальского полуострова, то это гигант миллиарды долларов потрачены абсолютно впустую. Можно было воспользоваться уже существующей инфраструктурой. А соответствует ли «Северный поток-2» и оканчиваемый тему об этом проекте условиям Европейского Союза? Нет, мы сейчас уже видим, что этот проект противоречит газовой директиве, это фактически часть третьего энергетического пакета. И исправленная газовая директива, которая вот-вот должна войти сейчас в эксплуатацию Европы, она, во-первых, предписывает «Газпрому» оставить контрольный пакет над морской частью этого проекта, затем она предписывает ему обеспечить полную прозрачность в тарифах, и третье, она предписывает ему пускать газ других компаний в этот газопровод. То есть нужно менять законодательство Российской Федерации, которое делает «Газпром» монополистом экспорта. С «Южного потока» перейдем в конце разговора к турецкому. «Южный поток», он, кажется, был остановлен, потому что не соответствовал тоже энергийному пакету. Совершенно верно. 1 декабря 2014 года Путин объявил, что он прекращает этот проект, поскольку не пускают. Тогда российские средства массовой информации обвинили в этом Болгарию, которая якобы не выполнила условия. Хотя на самом деле Болгария была готова к тому, чтобы принять у себя такой... Ну, проект, в общем, неплохой для Болгарии. Но правила европейского пакета, они предписывали Болгарии отказаться от тех условий, которые навязывал «Газпром». Да, действительно. А турецкий поток, в чем он различается, если он различается вообще от... «Южный поток». Во-первых, по объему он отличается. С этого в два раза меньше, потому что две только трубы идут вместо четырех труб. А затем он, естественно, направлен в Грецию, а не сразу на территорию Европейского Союза, как предполагалось. Значит, теперь до Греции две трубы построили. Одна труба должна принять на себя то, что Греция получает через Украину, Румынию, Болгарию. А вторая труба висит в воздухе. Никто не знает, как она может войти на территорию Европейского Союза. «Газпром» предпочитает, чтобы она вошла через Болгарию. Но здесь возникают проблемы, потому что переход через границу от страны, которая не является членом Евросоюза, то есть Турция, в страну, которая является членом Евросоюза, это теперь регулирует новая газовая директива. И там необходимо будет решение Европейской комиссии, чтобы разрешить такой переход. То есть, можем предположить, что судьба Турецкого не будет различаться своей сущности от судьбы Южного, только если «Газпром» не поменяет условия. Совершенно верно. То есть, нужно менять, опять приспосабливать вот этот переход к тому, чтобы он соответствовал правилам Европейского Союза. И там еще будет хуже, потому что из Болгарии газ должен будет пойти в сторону Сербии, а Сербия у нас не член Евросоюза. Это еще один переход, а из Сербии в Венгрию – это еще один переход, который должен будет регулироваться правилами Европейского Союза. В Болгарии есть различные мнения об этом. Одно из них состоится в том, что в сущности газ, который будет идти по той трубе, турецкий поток, скажем, он перейдет через Болгарию, он будет почти на 100% русский газ «Газпром». Это правильное? Это неправильно, потому что если учитывать позицию Европейского Союза… Нет, нет, это точное определение, так ли случится или нет. Нет, нет, это не может так произойти, потому что по правилам только половина газа может принадлежать поставщику, который помогает строить этот, осуществлять этот проект. А за вторую половину «Газпрома» придется, ну, возможно, как в Германии, еще на 30% получать на каком-то аукционе себе право еще дополнительно прокачивать, но на 100% у него никогда не получится. Поэтому нужно будет получать по тому же самому маршруту газ, ну, скажем, туда подключится газ из Азербайджана, который уже есть контракт у Болгарии с Азербайджаном, или еще какой-то турецкий газ. А это предвидели обе стороны – «Газпром» и «Болгария» или нет информации? Вот про Болгарию ничего не скажу, но когда «Газпром» начинает такие проекты, то он вкладывает в них огромное количество денег в пользу подрядчиков, естественно, без всякой надежды получить разрешение от европейских регуляторов. Так было с «Южным потоком», потратили огромное количество денег, часть труб до сих пор на болгарском берегу лежит. Ну, то есть это, вероятно, цель таких проектов – как раз обогащение подрядчиков, а не получение результата, на который рассчитывали. Говоря о «Сжижном газе», возможно ли кораблям, которые переносят этот «Сжижный газ», перейдить через «Посфор»? Нет, нет, есть запрет с турецкой стороны, они не могут пройти в Черное море. Ну, тогда каково будущее Болгарии в отношении «Сжижный газ»? В Болгарии имеют очень неплохие перспективы сотрудничества с Грецией. Во-первых, там есть один уже терминал «Ревитуса», у него мощность примерно такая, сколько поглощает вся Греция. Но Греция получает еще газ не только в «Сжиженном виде», это раз. А второе, греки собираются построить, довольно быстро построить еще один плавучий терминал по приему сжижного газа в Александрополисе. Это в полтора раза больше, чем Греция потребляет. И участники этого проекта уже записываются болгарские компании, которые будут получать фактически свой собственный, ну не свой собственный газ, а будут участниками этого терминала. И он будет отправляться в Болгарию. Так что здесь есть перспектива получения сжижного природного газа, который в конечном счете превратится в обыкновенный газ для потребителей в Болгарии. То есть нормальная, правильная, скажем, или более подходящая перспектива болгарских политиков, болгарского правительства, независимо, кто управляет страной сейчас, смотреть в сторону Греции, а не в сторону Турции. Правильно ли это? Я думаю, и туда, и туда надо смотреть, и надо рассчитывать на то, что российский газ тоже, возможно, будет идти в Болгарию и дальше. Диверсификация. То есть надо иметь различные варианты для того, чтобы не зависеть от одного поставщика. Это главный принцип. Тем более российский газ, как вы понимаете, это, наверное, самая большая угроза для энергетической безопасности европейских стран. Потому что все перебои в снабжении газом из России происходили по политической воле российского руководства. Понимаю. И последний вопрос. Можем ли все еще говорить или рассуждать о том, что природный газ является, ну, как я себе записал, как промежуточный этап перехода к зеленой энергии? Ну, сейчас так и считается, что это транзитный период будет какой-то, когда все больше и больше будет играть роль природный газ, поскольку выбросы вредных веществ в результате его использования, они минимальны. Это не уголь, это не нефть, это не другие ископаемые топлива. А чтобы перейти к совсем чистой энергии, необходимо, конечно, использовать природный газ. Но вы учтите друг друга такую вещь, что спрос на природный газ, по оценкам экспертов, должен начать снижаться примерно в 2035 году. Мой вопрос был более в контексте того, что зеленая энергия 10 лет назад, скажем, была гораздо дороже, чем сейчас. В том смысле, этот промежуточный этап, не кажется ли, что он теряет сегодня смысл? Можем сразу двигаться в сторону зеленой энергии? Нет, нет, нет. Еще довольно долго, вот как я сказал, зеленая энергия начнет вытеснять природный газ где-то в 2035 году. Ну, спасибо вам большое, вам спасибо за время, которое вы делали, успеха вам, Сафи, и, как сказал в начале разговора, хорошее вам настроение. Спасибо большое. Спасибо большое.